всем привет это продолжение моей партии командного турнира 2 на 2 я играю в паре с игроком под ником 12g если вы не видели первую серию то рекомендую перейти именно к ней ссылка появляется в верхнем правом углу всегда интереснее смотреть с самого начала ну а всем остальным приятного просмотра так отправлены ну что я 2 по производству 72 мне тоже 72 все отлично строй балеты тащи ко мне не строй коней строй балеты током почему нас через пять ходов давай коней все верно я их сейчас два хода построю отложу начну коляски строить и вот как раз это все в слонов превратится очень быстро а думаешь она это еще и сложится не сложится каждый по отдельности превратится ну то есть к тому что ты 10 молотков ты заработаешь на коляске 10 на этом на коне сумме у тебя 20 будет думаешь для слона не это отдельно 10 от коляски будет отдельно 10 от всадник она не сложится это каждая отдельно юнит будет два слона потом будет или я не понимаю чем ты спрашиваешь ну я про один город сейчас говорю ну вот смотри я в линце начинаю меня три хода до всадника да но слона откроется через пять ходов я два хода буду строить всадник я не могу поставить в очередь лёш подожди подожди прослушал начал я отложу этого всадника могу следующего всадника поставить либо коляску следующую очередь поставить и она будет строиться а так как и коляска и всадник апаются в слонов то когда мы откроем слонов они станут слонами к ним добавится эти это производство суммарно из того из того да почему суммарно то блин почему суммарно каждый станет отдельным юнитом нет будет два слона в очереди да она у тебя производство на 1 идет короче я понял что между ну попробуй не я могу конечно отложить и и арбалеты строить например они второго такого юнита но то что их поднастроить в поначалу надо это точно блин у меня пророк родился я так понимаю что веры слушай но у меня же пророк и австрийской веры правильно него лучше посадить но такие лужи зачем это дело что-то опять тупишь не зачем он захватывает может молотки взять вместо этой чести вместо воинских традиций я буду получить больше опыта но но молотки сразу сразу 12 ну хотя по 2 мне уже такие символы отки решай сам не к я взял тут все таки честь еще на слонах будешь набивать сколько там до открытия ходов 4 ты не видишь нет никогда но у сайнс то я не вижу у меня иногда появляются денежки иногда нет инженер в диссабибе скоро через сколько 7 ходов нет больше но отлично альгам бру бахнешь то что надо через 12 ходов может тебе дать бахнуть кстати для слонов посмотрим если доживем короче мне уже 76 производства я просто же еще я построил все мастерские пустил все караваны на производство себе ну конечно к себе я же я же буду слонов строить да 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 все верно лишь верно за это как заревновал на типа я чтобы отбиваюсь а ты мне ко мне караваны не пускаешь а нет я нигде не успею перекликать терпи ну опять полечился я не могу уже у меня арбалеты кончаются мастерские мастерские они не открыли драму и поэзию они не открыли три хода до перехода лишь построить было ворбовщем я держу строй арбов все верно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тебе уже нечего апать, да? А у тебя там сколько минус? 21 Оставь себе... Сколько, подожди... Два хода осталось до рецепта... Ну так лучше, чтобы не тратились деньги, а у тебя висели, например... Давай, давай... Я же никакого в науку ничего не вкладываю... У него генерал появился еще... Он мне будет под адву ставить, я думаю... Ну там сверху... Бери... Счастье у тебя есть? Минус один... У меня тоже минус один... Блин, без крепостей... Которые он... Хотя у меня одна есть, ладно... Хотя бы одна есть... Я же ничего не вкладываюсь... Геро beispielsweise... Счастья dental... Счастья ID Субтитры сделал DimaTorzok Слушай, ты не в курсе, если я сейчас... У меня везде один ход остался до всадников Не надо, не надо, не надо Не переключай, да? Не построится Они построятся Они построятся, да Все, они скопировались Трема там не стоит Все, А2 пала Хорошо, сыграем Ничего не скажешь Ну да, а что ему еще в Сукатай Сисиченалай строить? Ну я-то не ожидал этой тремы здесь Ну я могу нас на чехот, в принципе, забрать Вряд ли они оптику изучали Конечно нет Нет, не изучали Они вообще уже много ходов Ничего не изучают Ну без А2-то тяжело будет Я хоть его сдерживал здесь Блин, вот Он бы ничего не сделал, если не было Калиманджаро Вот обидно Я же в финале ему так же подогнал Да, а то, чтобы двух генералов послевали Это да, да, не спорю Но он воюет с преимуществами А без Ничего, это еще не проиграно Следующим ходом у нас слоны Зажжет на следующий ход Да Свой будет ставить, интересно, или не будет? Скорее всего, свой будет ставить, конечно Лепости не удалишь Он поставит город с лепостями Лебел, надо отдать тогда и просто отойти Так, слоны 2-3 хода Пойдем порох, наверное Столирование, а потом порох Еще в моих клепостях сидит Ну, не честно А пока нас тут методично и планомерно выносят Хочу напомнить, что это видео вышло При поддержке космической браузерной стратегии ConsulBor.ru Эта игра не от крупнобюджетной студии А от энтузиастов из России и Беларуси Игра наполнена интернет-юмором Политической сатирой Но при этом много внимания уделено И стратегической составляющей Все-таки создатели смотрят мой канал Сейчас идет открытый бета-тест Поэтому при регистрации введите промокод Леша играет и получите особый бонус Еще раз ConsulWar.ru Ну не очень много Честь в три Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, извини, я отходил Что-нибудь произошло у тебя? Ну я всех арбилетов потерял почти Смотри, просто все падает Я ничего не могу с ним поделать О, он австрияку рабочую вернул Ну вот видишь, рабочая австрияка И варвар еще пришли Не, ну до слонов даже не успеем, Леш В смысле, слоны следующим ходом? Ну смотри, у меня город упадет через три хода Ну блин, ну просраны два генерала Вот это все решил, я считаю Ну дорог еще у столицы не построено Я не готов столицу дефть Не, ну в принципе нет, давай играть Даже сам столицу заберет, у нас слоны есть У нас есть слоны Да, у нас есть слоны, а у него нет никакого развития Еще раз повторю Кстати, у тебя там вроде ты говорил по промке неплохо Ты уже меня обогнал, да? Ну да, у него 89, у меня 75 А парни у тебя что сейчас? Ну парни, да, у меня 25 тысяч, но у меня просто еще не построено У меня слоны сейчас я ищу ход, он только появится Рабочего еще приведи мне, пожалуйста Куда? Вопрос на территорию, я там сам уже разберусь У Одисабиба надо построить дороги Подарил Еще надо? У меня в принципе уже не надо ничего строить рабочего Может еще, если хочешь Я тебе всех приведу Время они, конечно, прикольно придумали Ну и здесь на холмы легко залазить У меня есть холмы у столицы У тебя слоны кончились, я тебе кинул Два арбалета подарил Слона подарил Это тебе инженер отнесу, если он даже появится все-таки Окей Лалибелу он тоже сжигает Она ему не нужна Так, убери слона, я там тебе рабочего подарю еще на той клетке Я вообще не представляю, вот как дефнуть Тут просто некуда стрелять Мне сейчас похилиться, видишь? Точнее на 100% увидим Леш, тебя там спрашивают, почему сам не стримишь Я записываю Видео Вот видишь, ты стримишь Норм Сейчас, сколько у тебя денег? Ноль Ладно Что-то там ифи купить бы Ну хотя это не сильно поможет, конечно Вообще не поможет Вообще не поможет И защитника веры все-таки надо было мне брать Да, да О, он съедал, передал Австрицу, чтоб тот сжег То есть они уверены так прям, что уже съедал не понадобится И они хотят его как-то по-другому поставить Он думает без генералов, наверное, меня забылять Но это плохая идея, мне кажется Следующим ходом еще три слона будет Это очень хорошо Вообще слоны четыре хода строятся у меня Так что я тупо их клепаю У меня промки уже почти столько же, сколько у Австрии Ну понятно, у меня города тут плохие остались Самые нормальные забрал меня Варвары грабить пришли Не обращаю внимания на варваров Инженер через пять ходов Надо пять ходов в столицу подержать Ну подержи, будь добр Давай подумаем, что все-таки Ну, тут, мне кажется, без вариантов Альгамбра Да, конечно, тебе забрать Прокачивать, наверное, на Ну, ты казарм уже не строил еще? Нет Да, не ладно, казарм эту промку тратить на них сейчас не надо У них науки все еще нет, они еще ничего не открывают Хотя Откуда-то американец взял деньги Видимо, какого-то великого человека они использовали Он мог дань с Мельбурна А, блин, какой великого человека Мозолей-то у нас Ифи он брал, дань у Мельбурна, наверное, еще Ифи он брал, дань у нас Там еще одна тререма вон австрийская Сверху Это не сильно важно Он только люкс мне пограбить может Ну, я от американца только на 9 молотков Отстаю Это хорошо, а теперь ты рулишь тут Да Я прям чувствую, как я тут рулю Знаешь, как это Бандиты, знаешь, они управляют кем-то Как сказать-то, короче, фигнику-то сморозил Вот Ты Типа за кулисами сидишь Да, ты мне скажи, нормально слоны работают? По ощущениям как? Отлично Отлично? Они должны работать 48 урон на арбалет он нанес Еще один арбалет у тебя под Гондором стоит Так Я тогда тоже отойду сейчас из линии от Кати Хорошо Так, 25 Пройду тоже 23 Сейчас надо Блин О Зашибись Один ход Так, я вот тут думаю, что мне уже больше не надо Обрабатывать Я купил уже все Я тебе напоминаю опять А, ты ушел? Ты не здесь? Здесь Я не знаю, что ли Дёшь Пройду Так Нет Вот â Продолжение следует... 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 не лишь надо пророком наверно каким-то делать это что или обращать а ну да ты лучше на пророка скопим поставь просто вот там в вере купить пророка она автоматом тебя купится два хода до инженера где ты будешь строить и вене нет наверно в грации у меня в грации больше всего производства лес вырубать будет он а и 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 Продолжение следует... 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 Уверен, что пойдёшь, да? Думаю, да. Мне бы, конечно, каких-нибудь зданий на счастье постоль, чтобы у меня города выросли. Ну, я вообще ничего не... А сколько у тебя кати счастья? Семь. Так, может, ты мне что-нибудь дашь? Попроси. Прям, правда, могут скоро китов... Нет, не разграбят. Проси что-нибудь. Ну, я только китов тебе могу попросить. Давай, давай. Ты отводи те юниты, которые я тебе дарю. Я всё вижу. Я слоном мискликнул. И он умрёт? Я убежал и прибежал обратно. Конечно, он умер. Ух. Я слców нас, да? Нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подари мне уже инженера. Используй его с умом. Ну, в этой игре мы обычно великих людей подставляем. Хорошо, что этого не подставили, правильно? Пока. Так, я с него сотку сейчас получу, но я думаю, что передавать их тебе не надо, у меня меньше минус. Еще генерал, а, генерал у него был, да. Ты первый по армии. Да, я вижу. Ну, столько слонов лишь. А кто их вырастил? Кто их пестовал? Я мать слонов. Я мать слонов. Скажите? Ну, так вот. ну что используя инженера на альгамбру посмотрим я не веришь он один ход останется нет один ход смотри а суши мне просто места мало очень юнитов много мест мало ну да можете мельбурн взять от пиццы бы сначала не там-то много мест здесь у столицы моложе а 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 и а а Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю... Просто имеет ли мне смысл строить суды? Ну, не сейчас... Суды, конечно, не имеет смысл строить... Не, понимаешь... Смотри, во-первых, суды стоят 4 золота содержания каждый. Вход. 4 золота. Это так на минуточку... Ну, арена стоит 1 золото содержания. И даст 2 счастья. А мы когда города захватывали, там было по 2 жителя. Неужели вот каждый житель прям будет сейчас мне давать несчастье? Каждый новый житель. Генерал появился вовремя. У тебя появился всё-таки генерал? Да, я его потратил уже. Мне нужно на себе ещё пару клеток выбить, чтобы туда юниты ставить. Может, уже арбалеты строить или слоны? Лёш, ты что? Только слоны от тебя нужны. Арбалеты я сам могу построить, верно? Только слоны. Ты что? Тут только слоны выигрывают. Ничего другое не выигрывает. Слон начинает и выигрывает. Это как в этой игре, которую ты говорил. Как она называется? Шахматы в рамках. Вот в этой, да. Надо запомнить название. Вообще, я могу дорогу пойти снизу, обкопать в Мельбурна. Надо так и сделать, наверное. Я бы вообще Мельбурн взял. Разве тебе никуда юниты ставят? То есть у тебя лишние юниты где-то простаивают, да? Они нападают. Сейчас я не могу его взять. Ну, прямо сейчас нет, но так на будущее. И оттуда стратегический простор. Три-триема приехала. Подожди себе. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну ты посмотри, у американца минус 46, у австрийца минус 22. То есть австрийец просто еще какие-то здания построил, у него деньги ушли. Я, кстати, не знаю, какие есть, они мастерские не открыли. Что ж он там такое строил? Важное. Ну счастье, наверное. Продолжение следует... О, он дорогу сломал. И что это значит? Что он, возможно, хочет отступать. Генерал подошел. Так он же дорогу у тебя сломал. Не, в этот раз не сканает, я крепость свою сломал. Продолжение следует... Блин, слушай, так у меня слоны даже сильнее, чем... Мушкетеры? Да. Нифига себе. Не, мушкетеры по 28. 24. Ты ее уж не путаешь. Это Аггузили 24. Да, ну я мушкетмены... Просто я по-английски, они мушкетмены называются, поэтому... То, что у нас там, как их перевели... 24, ну... Так слушай, а нафига мы тогда в них идем, вот по-хорошему? Что, химедзи построить? По-моему, так надо было в эдукацию тогда идти. Или в компас, дополнительный торговый путь. Ну ладно, Нотр-Дам хотя бы откроем. Нотр-Дам не помешает. Потому что нам мушкетеры реально не нужны. Если у нас слоны сильнее. Просто мушкетеры могут в крепости в оборону сесть. А это там почти 40% что ли за оборону дают. Ну да, да, но... Не, я с тобой согласен. Можно забить на нижнюю ветку сейчас. Вообще, кстати, даже без физики пойти куда-нибудь там в те же Голиасы, может. Ну не, не начну. Ну, Голиас. В образование. Ну, в образование, да. Но опять же, если я буду клепать... Ну, вообще, пошли в образование, кстати. Тебе еще до пророка далеко? Да, может появиться скоро. Просто хочется обрезать австрийцу деньги. Он, как минимум, восьмерочку получает. Блин, а кто-то австрийц опять деньги взял? Ну, ты даже длиннамечника построил или ты апнул? Не построил. Он же 21 всего. Или типа в крепости ставить? Ну, телеподку бахнуть, чтобы Мельбурн со мной задружился. Я бы Мельбурн брал. А не дружил с ним. Я просто не могу крепостей пробить. Типа даже слоны по крепостям так себе бьют. Да. Типа. Продолжение следует... Ну, вообще, да, наверное, стоит задружиться тогда с Мельбурном и будешь оббегать и снизу мочить его эти... Да вообще, там Сиэтл можно будет тогда взять. То есть тут надо Сиэтл брать и всё. А у меня, кстати... Слушай, а он у меня Стоунхендж просит. Может мне задружиться с ним? Ну, у тебя сколько там с ним? У меня-то есть уживление. А, ну у меня ноль. А ты уже друг его или союзник? Выше половины. Блин, просто Стоунхендж тут строится, наверное... Сколько? Сейчас гляну. Шесть. Ну, шесть ходов долго. А сколько терракотка? Пять. Тогда строй терракотку в какую-то... Где ты будешь строить? В Адисабебе или в Хара? В столице. В столице. Ну, в принципе, юнитов получишь. Четыре как минимум, я так понимаю. Слона, арбалета, длина мечника и... Ты... А, это Реэму, наверное, не получишь. Может мне тебе какой юнит еще построить другой? Какой-нибудь пикинера? Давайте пару разных юнитов построим. О, слушай, я сам еще великого инженера набил. Смотри, смотри. Капкан. И отметь больно. Угу. Блин, представляешься реакцию Сириуса там. Блин, ну, они деньги откуда-то берут постоянно. Короче, у меня есть еще инженер великий. Давай подумаем. Я могу... Мы можем отложить постройку таракотки сейчас. Я тебе настрою разных юнитов. Хотя как разных? Слушай, я тебе только могу пикинера и катапульту построить. Все. Все остальное у тебя есть. Пикинера я буду строить сейчас в Граце. Два хода. Так что давай ты уже... Таракотку своим ходом лучше строй. А, окей. Ну, он тебя через четыре хода будет. Я как раз к этому моменту и катапульту тебе построю, и пикинера передам. Так, хорошо. Что у нас еще можно инженерам взять? Статуи Зевса, кстати. Ну, не сильно важно. Чеченица. Чеченица, слушай. Чеченицу можно. Только кому? Ты можешь себе бахнуть, кстати. Возьми себе. Возьми себе, Леш. Я сейчас просто это управляю, так скажем. Ты мной управляешь, или я тобой, не знаю. Или нами кто-то управляет. Ладно, построю пикинера, и тогда бахну чеченицу в Граце. Слонов у Харары и Гонтера. Забирай, а то они там что-то по ходу ход стояли. А что это за слоны у Мельборна? Ты подарил? Это один раз нужно было подарить там. Но он битый был, не беспокойся. Я не просто так их раскидываю направо-налево. Блин, нет, я сейчас как-то плохо сыграл, нет. Плохо-плохо. Только сейчас? Да, я уж только сейчас. Чё-то глупостями занимаюсь. Блин, нужно вот с этими крепостями разобраться. Я не могу одновременно обе сломать. Плюс он их хилит сразу заход. Блин, он конем об твоего этого долбица. Он не ожидал, наверное, сам. Я представляю этих всадников, знаешь, которые бусами-ногами в стремя на натирает, наверное, даже без сёдел. И такие несутся на рыцаре в латах. И копиями там. Пацан, ну погнули немножко латы. Обе пограды, молодец. Там ещё одна правда, но она не сильно важна. Так, а что там чеченица даёт? Счастье плюс четыре. Ну, золотой век — это не про нас. Сколько у тебя счастья? Пять. Я у тебя трюфели заберу. Давай. А то у меня минус шесть. Прими. Не, ну ладно, австриец. Одну трюрему вот там построил, тогда захватить адвы. Это да, прикольно. Но зачем он их три сделал? Никита, наверное, хочет сломать меня. Ну, это... Ну, это ж сколько производств? Сколько можно было арбалетов построить? Трирема, тридцать. Арбалет. Восемьдесят. Можно было арбалета целого построить? Через два хода телекотка. Да, я тебе следующим ходом подарю пикинёры и катапульты. Как раз у тебя все будут... Все юниты, которые есть в игре, у тебя будут, и ты получишь их вдвойне. Ты счастлив? Конечно. Блин, у тебя там варвар. Вино разграбил. Все, сьюс посыпался. Е-е-е-е-е. Ну, это как посыпался? Ты вообще-то захватываешь мусорные города, его-то города основные стоят. Да, но он не может дальше идти, и науки у них нет. Можно тупо даже не идти дальше. Города поставлю, может, тут все починю, и развиваться даже. Но это если на крайний случай. Я бы пошел в какие-нибудь Голиасы, пошел, захватил... Ну, потому что это все равно там рядом с универами. Пошел обратно, города Сиама захватил, например. Там вот есть и город Чикаго на 8 жителей, тоже можно забрать. Тебе еще слоны строить, или может мне в развитии... Ой, Леша, давай слоны, ты что? Нужно его сначала выгнать отсюда полностью. На Бостон, конечно, непонятно, как идти. Не, понятно, а тут дороги начнут... Не, по-хорошему надо Ифи брать. Вот Ифи... Как? Ну вот скажи мне, две клетки обстояло. 40 армора. Ты понимаешь? Ну да, да, да. Тут я не спорю. Ну хорошо, вон есть этот... Камфаенг. Через него вот выбегаешь, например, к Австрийцу. Там, кстати, вообще никаких юнитов нету. То есть поставить города вот к этому Камфаенгу, то ты тут пустишь морские караваны между ними. Ну то есть на побережье там, где А2 стояло, и еще один можно, например, на те же цитрусовые поставить. Леш, сейчас, извини, не слушал. Я другим занят. С городами потом разберемся. Видишь, как нацколледж был важен тогда все-таки? Собственно, мне кажется, только благодаря тому, что ты нацколледж построил, мы смогли выйти в слонов. Собственно, как нацколледж был важен. Собственно, как нацколледж был важен. Спасибо. Продолжение следует... Блин, уйти не могу Самобил Самобил Блин, у меня микрофон был выключен Я хотел тебе сказать, что Сириус и Вайпер прошлым ходом вышли в мастерские Да, это не важно Ну блин, у них сейчас производство будет куча Если Сириус меня обгоняет по производству даже без мастерских Все, что будет с мастерскими У тебя науки вообще есть сколько-то или... Тринадцать Один ход Все-таки идет наука, окей Судя по тому, что у Сириуса минус 26, то у него тоже наука появилась То есть ты, видимо, вообще прорядил ему уже армию Мне кажется, тут надо в универы И пробовать потом компас, фрегаты, вот как-то так И захватить просто у них все морские города Ну я так пока предварительно А слонами ты можешь сейчас ворваться, ну, когда захватишь Сириуса Ну, туда на простор к Сиаму и там все грабить Я думаю, что нужно просто слонов без остановки строить, Леша И просто давить слонами Потому что я смогу реально так сделать А что ты давить будешь? Ну, ты... Ну, Си... И просто ломать все у него ходить Нет, так Сиэтл... Ну, хорошо, давай Просто откуда ты... Как ты будешь бежать и все ломать? В Сиаму все будешь? Ну, по-моему, бывшему Сиаму? Австрицу сначала, наверное Пролезем там как-нибудь Ну, окей, окей, я строю слонов Если ты думаешь, что мне не нравится строить слонов, так и ты не прав Я мать слонов, я их строю Сиэтл поздравляю Сиэтл взят Да, слушай, ты прав, конечно, слоны тут зарешали Но тебе потерпеть пришлось, согласись Два города потерять и терпеть Ну, правда, мы еще не выиграли Но то, что ты отбился, это уже много Понимаешь, сейчас до самолетов еще будем играть американских В итоге проиграем Вот весело будет Да не, не Там больше, чем городов Мы их опережаем на пять тех Я не думаю, что... То есть мне бы, конечно, построить все-таки Библы и нацколледж Но я буду потихоньку делать То есть я буду строить слонов, но и в перемешку... О, я первый по производству Ну, видимо, американец подрасти решил немного Вот И я построю нацколледж все-таки где-нибудь Плюс нам счастье еще надо Ну, Леш, нам нужно сейчас решить, смотри Я могу еще города заново поставить Те же самые абсолютно Ну, я не считаю, что те же самые Я считаю, что Адву ту же Но мне кажется, что еще один город Просто вот к этому Моему, который сверху Понимаешь, вот так вот По побережью, чтобы у тебя все на одну сторону было Или тебе тот город сильно нравится? Чем он тебя... Подожди, подожди, подожди Жду, жду Никуда не ухожу Светл пока оставлю, наверное Пусть постоит Зачем? Ну, я все равно там воюю Пока он мне поможет Ну, в принципе, да Как только его выгоню оттуда Ну, я все равно там воююю Я, наверное, тогда сейчас мореплавание возьму Вместо чести Хотя Да, слушай, бери мореплавание Бери Ну, ты по промке Да, я уже давно первый по промке Но, опять же, он построит мастерские Я думаю, он переключился на еду То есть у него было промки 101 Сейчас у меня 85 Сейчас у меня 85, я первый То есть он... Ну, во-первых, ты Светл, конечно, взял Но я думаю, что он переключился на еду У него-то, наверное, счастье откуда-то взялось Слушай, может, ты мне пару рабочих вернешь? Хотя бы одного Веду-веду, давай И у Гондора У нас ноги удалять Да, у Гондора и Харара Этих юниты забирай, веди их на фронт Знаешь, у Сириуса самый крутой город на 8 жителей на море стоит У Сукатая явно там караваны морские бегают между Сукатаем и Сисиченоваем То есть я считаю, что вам надо идти в морские техи И брать их с моря Субтитры сделал DimaTorzok И маяк построил фороский тогда Давай Все, ты его прогоняешь там, да? Да Так, сейчас реально важно Вот что мы делаем Да, ведь, ну, конечно, да Я считаю, смотри, слонами надо бежать к ним и просто грабить Причем, я думаю, не к американцу, а к Сиаму Потому что американца есть производство, он может там армию строить То есть сложно Пробежать вот через верхний мой город Туда пробегаешь слонами и у Сиама куролесишь Можно даже по ходу какой-нибудь город взять Сукатай, например, я думаю, возьмется При этом по техам мы идем в универы И потом в голиасы и фрегаты Потому что самые крутые города Смотри, у американца самый большой город на море стоит У Сиама, соответственно, два города на море То есть их взять, сжечь Ну, столицу мы не сможем сжечь, оставить себе И, в принципе, все У Сиама, ну, бывшего Сиама городов вообще, в принципе, Муанг-Салуанг останется А американец тут такой в огне В кругу врагов будет сидеть Дальше Города, мне кажется, тебе надо ставить вот на своем этом внутреннем море То есть, чтобы ты мог из них во все свои города пускать караваны морские И начинать уже строить мастерские у себя Да, я так и сделаю Я еще город у Цитрусов тогда, наверное, бахну, нет? Хотя, не, не надо Мне надо сначала территорию починить Дороги лишние удалить Блин, у тебя минус 71 Так, у нас науки нету, походу Зато у них, наверное, появилось Да, у Сириуса минус 11 У этого минус 9 У них явно наука появилась Давай попробуем поразвиваться В принципе, ты хорошо развился Сейчас я поднимусь Я плоховато Я не... Я, видите, у меня города не растут, потому что у меня нету счастья Мне надо построить... Ну, Юш, не строй тогда эти армии уже, развивайся Не, ну смотри Я вот эти сейчас слонов тебе дострою всех Тебе нужны слоны, чтобы бежать Ну вот, видишь, он уже колосс стоит Сириус уже начал в развитии играть Этих слонов, чтобы ты бежал И грабил все у... У Сиама Слонами этими Слушай, ну и мне нужно будет тот город сжечь все-таки В какой-то момент То есть желательно, чтобы ты через него пробежал Мне надо его тебе отдать, чтобы ты его сжег Потому что... Я иначе не могу нацколледж построить ничего Потому что у меня там нету никаких зданий Окей, я просто лечусь тогда Да Караваны морские пустить сейчас Да, да Морские караваны... Сначала построить мастерские Потом построить морские караваны На производство Видишь, проблема в том... Что у Сириуса Все нормально У него никто ничего не грабил Никто ничего не захватывал То есть Он единственный в игре, у которого все Было норм и осталось норм Вот он опять первый по производству Первый по еде У них уже 28 То есть они уже что-то еще открыли Драму и поэзию открыли То есть у них наука тоже уже есть Понимаешь? То есть поэтому мне надо тоже строить библы Строить нацколледж Ну в принципе у меня уже библиотеки везде, кроме Вены, есть А нет, еще в одном городе нету А нет, есть, есть Перепутал Значит только в Вене вот два хода будет библиотека И я могу тебе этот город Камфаенг отдавать Чтоб ты его сжигал И при этом через него бежать к Сиаму Кстати, ты между прочим Вполне можешь через эту дырку Вот где Бостон Хотя я думаю, что у него там стоит Ко-нибудь на защите, правда А, просто так Точно подходи Точно подходи вот так Просто к Килиманджаро Зашибись И бежи туда Беги У меня уже целый час Или два играю в 2D Сейчас включил 3D И обратно 2D Непривычно Че там тебе в чатике пишут? Да там че-то Спрашивают там Че-нибудь советуют умные? Да нет Пророка нанесу к тебе Наконец-то Ура Поснимайте Сабебу Там нет клеток Вильните клетки Да, кстати Хотя бы рост границ Нет Быстрый Блин, меня еще варвары Одолевают со всех сторон Можно я тебе последнего слова Не буду приводить Я займусь тут лагерями Да, окей, окей Леш, у меня много армии У меня столько много Что у меня этот Баф идет На 30% Ого Три юнита сверх Ну тебе надо Города ставить Тогда у тебя Исчезнет дебаф Я, кстати, удивлен Что там Австрийц Сделает Что он взял эти три города И все И сидит с ними Я не знаю тоже Видимо, что-то делает Интересно Ну, откровенно скажем У него место похуже Чем его бывшие города То есть Тут я удачно поменялся С австрийцами местами Леш, построй суды Чтоб счастье было Нет, у меня еще арены не построены Ты что? Суды 4 Суд дольше, больше дает Да, много живет Типа, ну тебе на счастье Не ждут вырасти Сейчас я все построю Сейчас я тебя дострою слонов Я все понял Я типик еще одна Могу к этапультам дать Да, давай, давай Они вообще не нужны мне И не продай Действительно Мне отдай Я продам Потому что у меня Меньший минус по золоту У тебя же там вообще уже Наверное, нет науки, да? 6 науки Ты обижаешься О, ничего себе При этом у тебя Минус 56 То есть у тебя 62 науки В принципе Нормально Да, слушай Надо что-то с армией делать Мне рабов надо много Понимаешь? Вот это все Убирать Строить заново Да Пойти подержаться Надо дорогу там построить Чтобы мне зашли Понимаешь? А у них нет уже армии У них уже в плюс идет И они сейчас быстро Нас по науке догонят У Сириуса минус 4 У Австрийца минус 9 Блин, сейчас стараюсь Дорогу удаляю Бегаю Дорогу удаляю Дорогу удаляю Дорогу удаляю Дорога у тебя Продолжение следует arмии Дорогу удаляю Продолжение следует... Так, ну я могу, в принципе, уже нацколледж строить, если бы избавиться от того города. Нормально, если я его тебе передам? Давай я сожгу. Продай там что-нибудь. Так, а там в нём только стены построены. Оп, я Данит собрал. Хорошо, что ты у нас тут воевал, понимаешь? Потому что я бы тут ничего не вытащил, как ты понимаешь. Ну, не знаю, Леш. Я говорю, слонами можно головой по клавятуре кататься. Не, не, ты там нормально защищался. Мы, конечно, там слили генералов. Ну, были какие-то косяки, но поверь, и себя был на твоём месте. Вот там, где А2 стоял, я бы быстрее намного слился. И ты очень быстро Вайпера забрал. Между прочим, у Вайпера намного тяжелее территория, чем у меня была. То есть, когда вот на меня Сириус нападал. Леш, нужен люкс. Слушай, я сначала религию в Манзу Конго закину. Почему? Она хочет? Да, я ещё лагерь забрал. Так, слушай, ты в Манзу Конго можешь миссионерами закидывать, а ко мне-то только пророкам. Ну, видите, в три города закинулся четырёх. Просто я сейчас это сделаю, и я получу люкс. Окей. Получу союзника. Обидно, что ты больше хочешь дружить с Манзу Конго, чем со мной. Ну, ладно. Смотри, пролез. Кто? Я вон, слоником. Так там никого не стоит. Конечно, ты должен... Вот ты ездишь в Камфаенг Фет, туда лезь и вперёд. Ты туда вверх беги к Сиаму, ну, в смысле, к Австрийцу. Ты не лезь на Бостон. Я так и буду делать. Я это так сейчас просто. Всё равно делать нечего. Я пока юниты подвожу к Килиманджаре. Я сейчас дорожку построю. Если он не додумается купить клетку, чтобы я это быстро всё не делал. Дорожку сделаю, буду, знаешь, как вода охлаждается. Меня волнует, что у них науки теперь дофига. Они сейчас очень быстро нас догонят. Уже 28. Ну, хотя пока мы их на 7 тех опережаем. Продолжение следует... Продолжение следует... В принципе, ты мне можешь ещё какие-то пару ненужных юнитов, которыми ты реально не будешь пользоваться, скинуть. Дай пароль балетов ещё. Продолжение следует... 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 Да, лагерь под Камфаенгом Фетом надо взять Лишние денежки не помешают Блин Очень хочется образование открыть Чтобы Мои эти ваты Да, но денег-то у нас мало Теперь еще рынки надо строить Кстати А, точно, да Это я не построил Я, точнее, у Сиама построил А здесь еще нет Так что, где ты еще один город будешь ставить? Или ты еще думаешь? Пока не буду Пока не будешь? Стрияк тащит город Город? Вон Ну я коня только вижу Или там... А, точно посел Тут я вот неправильно Фига он удалил тут город Чтобы еще раз Еще раз город ставить? Непонятно Да, ладно Так что случится rapid А не убьешь его коня с одного удара? Нет, с одного нет С двух могу в принципе Я думаю, что он прям там вот и хочет город поставить Это не сильно важно Вообще, наверное, пока твой город не будут сжигать Чтобы он не поставил ничего Так и нельзя По правилам ты должен сжечь Да, я понял А если я тебе обратно его отдам? Ну я нацколешь строю Ты его с ателлитом не сможешь оставить? Нет Ладно, ладно Да мне, я не думаю, что тут важно, чтобы вот Ты просто стой тут Ты сейчас пару слов подведешь Он не сможет так поставить город, чтобы закрыть дырку А если даже закроет То ты можешь через Ватикан бегать Вон там сверху А что у тебя Ифи хочет? Сейчас скажу Я и Дань красил с нее Так что уже ничего Кстати, ты с Ватикана еще сможешь попросить Добежишь до него Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Поставил Ну, тут И убил твоего слона, что ли? Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому я наверно тоже теперь мореплавание буду брать 1 1 мореплавание открыл да да у меня молотки хотя мы только один город на море на фига мне мореплавание с другой то стороны коммерцию честь что-нибудь такое меценатство может даже за предку забрать ну кстати меценатство или коммерцию ну подумай коммерцию биг-бэнд сможешь забыть да и я чё-то больше совершим этот до биг-бэна будем играть мне кажется можем и и и и Продолжение следует... 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 Ну, видимо, хотя откуда у него вера, то есть у него, конечно, сначала было с его пантеона, а, да, но если он принял мою веру, то у него же пантеон уже не работал Он сначала в этих верхних городах купил, потом пришла твоя вера, он еще дамду купил У него сейчас плюс 20 вера на 154 ходу У него амбары почти нигде не построены Ну, города у него без этого раз ненормальные Торговые посты тут настроил тоже Ну да, я только собирался начать их строить Но у него очень большие проблемы были с деньгами И, кстати, может быть, из рябных строил эти торговые посты, потому что все равно у него наука в ноль была То есть это ничего не давало по-хорошему Хотя, блин, не знаю, что тут Мне кажется, тут вайпер что-то залажал в каком-то моменте Ну да, скорее всего При этом его три города были меньше по населению, чем каждый из моих одних А у меня было пять городов У меня было пять городов, когда я вот тут играл, ну, уже на его место, когда сел Не очень мне понятно Почему у него такое развитие оказалось Потому что он мог, например, морские караваны те же пускать Я это не мог сделать, а он мог И, по-моему, очень важно, что они мастерские не открыли, а мы открыли Ну, интересно будет только знать, чем вайпер, видимо, занимался, конечно Да Ну, то есть он, видимо, тоже строил какую-то армию Тоже там что-то отправлял Сириусу Но, в принципе, я-то вот, например, когда сел Я развился То есть я тебе ничего не делал Я сидел, поднимал города Построил мастерские, караваны И только после этого стал фигачить армию Арбалеты и слоны только тебе в путь Да, я, несомненно, слоны зарешали это без вопросов Без вопросов Но до этого-то зарешал Килиманджаро у американца Да А потом я потерся в него Да, да, хоботом Каждый хоботом Каждый эфиопский слон должен совершить хадж Килиманджаро И все, и просто дальше уже вынес американца по-хорошему У меня надо было даже в развитии играть дальше И тут именно вот перетерпели Мы кучу генералов потеряли Вот укладывали Я еще когда с Сириусом воевал, генералов потерял То есть Да Да, там, ну Он так Ну вот смотри, твой генерал, который ты по воде вез, это ладно Это, ну, потерял и потерял Мой, конечно, это ошибка сильная То, что на воде потеряли, но у нас выбор Не, ну это тоже ошибка Потому что я мог дождаться, чтобы ты этого арбалета убил Только потом вез Ну тоже верно Нафига вот мне типа надо было прям сейчас вот ломануться Тоже вариант Но главное, что мы дотерпели до этих слонов Потому что у тебя уже столица падала Не, он ее не атаковал Не атаковал, но он уже Нет, он уже отъел крепостями Прям вот у тебя у столицы было Именно слоны вот эту всю ситуацию вынесли А, и плюс Я Леша еще забыл это, в начале партии написать И все, знаешь, это вбил в форму То есть я тогда осталось нажать Я просто забыл Не повестил А у тебя еще, кстати, наверное, бонус был против американца За количество городов То есть мало того, что у тебя слоны Не помню Ну должен был быть Должен был быть У тебя аж меньше городов, чем у него Было Ну может там в начале, когда он брал, может еще одинаково Но потом точно меньше было То есть слоны там очень не помню То есть 25 и плюс 20% это То есть ты 30-ку что ли имел? Получается То есть 20% это плюс 5 еще сверху Честно, Леша, я вот про этот бонус Ну даже не вспоминал, когда я играл Я когда атаковал юнит, я смотрел только на его бонусы На свои не смотрел даже Да, ну очень странная партия Я бы, честно говоря, хотелось, чтобы Вот смотри Мы сели когда в команде играть Вот когда мы командно начали играть Тогда что-то получилось А когда мы отдельно какие-то дуэльки там играли Ну да Нифига не получается Можно как-то Сириус там отписал слоны под эфиопским бонусом Бить можно только крепость Это плюс они у тебя еще с Альгамброй Да Я бы сказал, правда Короче, ладно Ну это, да Спасибо за игру, Леша И тебе спасибо Мы очень сильных ребят выиграли Это важно Да, я считаю, что Здесь оформить Ну я считаю, если мы даже больше ни разу не победим То это уже была неплохая игра Ну, с другой стороны, уже сыгрались Может даже Что-то дальше нормально пойдет Спасибо за игру, да Было интересно Спасибо, что досмотрели до конца Я, Леша Халецкий Тот, кто сделал это видео У меня к вам несколько просьб Во-первых, не забудьте поставить лайк А во-вторых, поделиться этим видео Раз уж вы досмотрели до конца Видимо, оно вам понравилось Я вам буду благодарен И это поможет распространению моего творчества Для более широких масс На этом все Играйте в умные игры До встречи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому